привет ребят с вами кося гасанов и сегодня у нас очередной выпуск китайских трешовых новостей и не знаю чего это я такой активный давайте лучше приступим к новостям 1 новый сын дэвида бэкхэма известного футболиста вызвал негодование у жителей поднебесной связи с тем что написал очень странный по своем инстаграме на который подписано 11 миллионов человек он выставил вот эту вот фотографию и написал нет ничего лучше италии до китайцы начали возмущаться в итоге молодой человек удалил этот пост и теперь говорят что ему будет тяжело сотрудничать с китайскими брендами 2016 году молодой человек рекламировал китайский смартфон huawei хонор 8 за что получил 130 тысяч долларов и естественно китайцам об этом напомнили так напомнили о том что он без своего отца никто и также написали кучу всего в официальный аккаунт дэвида бэкхэма в вейбо вейбо это китайский аналог твиттера да там у дэвида бэкхэма есть официальный аккаунт как и у многих вообще западных звезд китайцы довольно таки активно вообще реагируют на всякие такие российские высказывания либо какие-то такие политические например как у кэти пэри были проблемы с тайванем когда она выступала на тайване точнее у нее были проблемы с китаем когда она выступала на тайване и также проблемы в том году возникли у джи джи хадид так как она в своем инстаграме выставил то вот видео и сделала азиатские глаза вот так вот на фоне будды это очень сильно оскорбила китайцев и написали очень много гневных отзывов она удалила пост извинилась но в виде ей в китае чиновники отказали следующая новость иностранцы периодически возмущают китайцев но в свою очередь китайцы возмущают иностранцев в швейцарии китайские туристы точнее китайская туристка схватила за шею лебедя вот на этом видео это прекрасно показано кто-то из местных жителей в это время снимал видео и прямо на виде видно как она схватила лебедя за шею видимо хотела сделать с ним фотографии или что-то такое вообще периодически многие жители европейских стран возмущаются поведением китайцев и жалуются на них и в то же время вам уже рассказывал китайские чиновники постоянно говорят о правилах поведения за границей но в любом случае в группе находится кто-то странный кто вот вытворяет такие вещи как с лебедем следующая новость в гуаньси джуанском автономном районе построили новое здание и выглядит она вот так вот да она похожа на мужской половой орган но ладно построили так построили а теперь смотрите какой прекрасный салют выходил буквально из этого здания во время праздника середины осени так что очень популярное стало здание в китае а вообще изначально идея была в том что само здание будет напоминать ландшафт этой провинции гуаньси джуанского автономного района это там где рисовые плантации мы буквально недавно туда ездили вам показывал кадр оттуда и если приглядеть то да на самом деле похоже но если смотреть с высоты то похоже совсем на другое ребятушки дальше будет очень мерзкая новость связанная с едой компания друзей в провинции шаньси пошли кушать хот-пот хот-пот это китайский хобо опять же неоднократно про него рассказывал когда вам приносят котел с бульоном вы таки даете мясо овощи морепродукты тофу все что хотите и потом варите все это сами и сами же едите компания друзей обнаружили на дне этого хот-пота мышь дохлую мышь они вызвали менеджера и менеджер предложил им компенсацию в 740 долларов а потом каким-то образом не знаю каким менеджер узнал что среди этих друзей есть беременная девушка которая стала из-за этого плохо и он ей предложил 2900 долларов на аборт очень странное предложение я вам хочу сказать мистер менеджер в итоге эта новость облетела весь китай естественно в интернете все возмущены таким странным поведением этого странного менеджера и думаю что теперь дела у этого заведения она называется сябу-сябу пойдут не очень хорошо а сейчас новость будет немножко с лайфхаком мужчина средних лет украл байк в шанхае украл но его догнали и когда его догнали он подумал блин что же мне сделать чтобы притвориться умалишенным и думал 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 как вы думаете вообще что он придумал чтобы вы придумали чтобы перед полицейскими показаться немножко не в адеквате я уверен что вас кучу мыслей в голове но уверен также что эта идея вам не пришла в голову а если даже пришла то тогда у вас мир точно какие-то проблемы есть но короче парень точнее мужик вытащил бутылку кто у него было с собой подписывал в нее и выпил прям на глазах у полицейских его в любом случае забрали не знаю для чего он это сделал может чтобы не получить срок но дальше что с ним случилось я не знаю в китае сегодня в гонконге открывается самый длинный мост в мире этот мост наконец-то соединит гонконг и макао раньше нужно было быть на корабле я думаю что сейчас люди будут плыть на корабле а сейчас можно будет доехать до макао из соседнего города джухай на раньше нужно было ездить в объезд и тратить на это 4 часа а сейчас можно будет доехать за полчаса длина моста 55 километров и на средство ушло 17 половиной миллиардов долларов мост не только самый длинный но и также там расположен участок самым глубоким тоннелем под морем сам тоннель 6,7 километра а глубина у него 40 метров под уровнем моря получается короче если у меня получится вы все знаете 2 числа я лечу с группой в гонконг я вам его засниму если у меня будет такая возможность если мы поедем на автобусе они поплывем на корабле кстати что касается мостов россия китай строить железнодорожный мост над амуром и для этого моста будет 1225 метров из них по разным данным 1900 1800 метров строят точнее на про 1800 1900 метров строят китайцы а остальные несчастные 300 400 метров строим мы так чем дело китайцы уже закончили это строительство а мы до сих пор строим свои 300 метров и когда у китайцев уже было построено 17 пролетов у нас было построено три пролета так что такие вот дела ждем когда россия достроит мост следующая новость ученым китайской академии удалось получить потомство от двух самок мышей дальше я прочитаю потому что там довольно таки сложно это запомнить ученые использовали неоплодотворенную яйцеклетку одной матери и генетически измененную гаплоидную эмбриональную стволовую клетку другой если честно я знаю что такое неоплодотворенная яйцеклетка я думаю что вы знаете но что такое генетически измененная гаплоидная эмбриональная стволовая клетка я не очень знаю я пытался разобраться что не особо понял если вдруг вы знаете то можно писать комментариях для всех простым обычным языком и из 210 эмбрионов у них родилось 29 мышей у которых уже появилось свое потомство то есть без участия самца две самки мышки родили потомство попробовали сделать то же самое с двумя самцами они принимали только они принимали участие в этом вынашивала их детеныша суррогатная мать но дети умерли дети мыши умерли через два дня так что может быть ближайшем будущем женщины смогут без участия мужчины рожать детей и тогда мы все вымрем все я имею ввиду мужчины просто странно прозвучало все тайвань занял второе место среди самых лучших стран для жизни иностранцев которые там учатся и работают что удивительно гонконг занял 56 место а китай 55 место так что вот такой вот тайвань крутой и небольшой спойлер совсем скоро мы с вами окажемся на тайване ну и куда же мои новости без странных новостей связанных с мужскими половыми органами да там была конечно новость но все-таки это было здание молодой человек отдыхал на острове хайнань городе санья да я знаю что это название очень странно звучит для русских он лежал отдыхал мимо проплывал скат видимо какой-то сексуально озабоченный потому что в итоге хвостик этого ската застрял в пенисе этого молодого человека вытащить он это сам не смог в итоге он валялся на пляже его снимали на видеокадрид даже есть в интернете и насколько я знаю этот хвост у ската ядовитый даже можно умереть но в итоге молодой человек забрали что сомнилось дальше я тоже не знаю но если он умер наверно об этом было написано в новостях об этом небо написано в новостях так что будьте осторожны на острове санья на острове точнее хайнань и бойтесь скатов Ну и раз мы уже говорим на такие темы, то давайте последние две новости про мочу Ох, обожаю просто свои новости Вообще, ребят, я такие трэшовые новости собираю Чтобы вы понимали, я специально нахожу трэшовые новости Не то, что в Китае происходит один трэш, хотя, блин, хотя там много трэша происходит Но у нас тоже очень много трэша И я думаю, что как-нибудь нужно будет мне сделать выпуск из адекватных, позитивных, веселых новостей Я когда-нибудь это сделаю, а пока у нас здесь трэш Молодой человек вызвал такси, DD Premium DD Premium это как Uber Black А DD это как Uber в Китае, потому что Uber там нет, у них свой Uber, как и все на свете И он ехал, 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 вдруг ему захотелось попить Он взял водичку, которая лежала там в салоне, выпил и оказалось, что это моча Я не знаю, зачем я об этом так радостно говорю И что, в итоге водителя уволили, а ему принесли извинения Оказалось, что водитель очень хотел в туалет Не было туалета, он подписывал воду и зачем-то положил эту воду туда, куда кладут воду Так как это бизнес такси, потому что как Uber Black там есть вода Так что такие вот истории, будьте осторожны, не пейте воды в китайских машинах И еще одна новость про яжмать Яжмать ехала в автобусе в Пекине, ее ребенок захотел пописать, она сказала Ну ладно, сняла штаны и ребенок пописал на пол Ей предложили пакет полиэтиленовый, но она отказалась, сказала, что он ей не нужен В итоге ребенок обоссал весь автобус И в интернете опять начали обсуждать про то, что яжмать ведут себя очень странно в Китае Ссылки на другие такие новости Пока!